Донецк выиграл нападение, мы не смогли защититься, знали сильные стороны игроков, Грея, Хукича и все равно получали очки с трехочковой. Буквально при равной игре в третьей четверти, три трехочковых, два Грея и один Хукича, с равной игры мы сразу начали проигрывать десятьочковый и тяжело было уже вернуться в игру. С чем связано то, что мы ввели все первые половины и так как бы довольно-таки легко отдали шестиочковый номер? Ну, шестиочковое преимущество после второй четверти, как бы в начале третьей игра как-то заново начинается и немного как бы не получилось у нас нападение против зоны и получили быстрые прорывы после нашего плохого нападения. Плохо возвращались назад, все вместе и так получилось, проиграли с самого начала третьей четверти. Ну, с позитивными чувствами, потому что мы знали, что это решающая игра как бы и независимо, мне кажется, играли бы мы в Киеве или в Донецке. Всегда приятно играть против сильной команды, вот, из этого региона, как бы, все равно, куда выходишь играть, мне кажется. Я много лет играл в Мариуполе и в Донецке, то есть, да, приехало много людей, которых я знаю, и хотелось сыграть, наверное, как можно лучше, но получилось как получилось. КОНЕЦ Ну, получилось, что мы что-то, мы сделали, что мы не потеряли на третьей позиции, но не потеряли на первой позиции, что делать на третьей позиции. И, конечно же, мы не показываем нашу игру, и, например, в третьем квартале мы играем «дизастер» и «дизастер» и «дизастер» — и это не нашу игру. Одна команда падает, одна команда падает. Я думаю, что мы ожидаем, что наша команда может превратить это в плей-офф. То, как они играют по ходу матча, наши соперники вышли на вторую половину лучше, мы сыграли хуже, чем играли до перерыва. Нам нужно вынести урок из этого, потому что если мы будем подобные матчи проваливать по ходу плей-офф, мы далеко не зайдем. Это все. Донецк играет на очень хороший уровень. Я думаю, это хороший уровень. Наша команда не играет на их уровень. Я думаю, что мы можем улучшить много. Но я говорю, что с прошлый раз против Северия и Днепр, мы начинаем закончить нашу противнику. Я надеюсь, что они понимают, что мы должны улучшить нашу игру. Если нет, то нет возможности. Мои комплименты Донецк. Они сегодня сыграли на очень хорошем уровне. К сожалению, моя команда не сыграла на своем уровне. Мы сегодня играли хуже, чем мы играем обычно. Но регулярная сезон — это регулярная сезон. Плей-офф — это новая победа. Это абсолютно отличная с регулярной сезон. Я надеюсь, что вы можете улучшить. Мы хотим много игр, чтобы улучшить нашу игру. И, возможно, если мы играем в Рево, мы можем вернуться к игре в финале. Может быть. Закончился регулярный сезон. Теперь начинается совершенно другое соревнование. Нам нужно отойти от эмоций, которые мы накопили. Нужно играть лучше, чем мы играли сегодня. И если нам это удастся, то я надеюсь, что мы сможем встретиться здесь в финале в конце мая. Вот вы мне говорили, что первое место в регулярном чемпионате не дает автоматической победы в гонке за чемпионами. Это тяжело для вас, если у нас не будет домашнего преимущества. Насколько дней назад вы говорили, что первое место в регулярном чемпионате не означает, что вы будет 100% чемпион. И сейчас мы в позиции, когда не первая. Не можешь контролировать. Сейчас мы второй, первая. В последней сезоне, например, мы потеряли с победой. И в моем команде, в Барсе, мы потеряли с победой. Это то, что я могу контролировать. Спасибо. Спасибо.